Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Война. Я студент РГУ, физико-материотического факультета. Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города. Меня призывают в армию, ну призыв, так, демобилизация. Я иду в военкомат, меня направляют в училище связи во Владикавказ. Я там, на меня подготавливают, полгода длится подготовка, так муштруют, так следуют, готовят к боевым действиям. После окончания этого училища меня направляют в распоряжение Московского военного округа, где формируется батальон связи. Значит, после формирования этого батальона я в его составе на фронт. Первый фронт – это Калининский фронт. Отогнали немца от Москвы, разгромили его. Была зима, снега были невероятные. Так, что я увидел, уезжая на фронт в поезде, значит, это головы или туловище трупов немцев, которых разгромили под Москвой. Что я из себя представлял после окончания училища? Я командир взвода связи, лейтенант. В моем распоряжении, значит, примерно 25-30 ребят, и не только ребят. Там и были взрослые мужчины в возрасте до 50 лет. Были у меня и лошади, потому что имущество связи – это катушки связи, это телефонные аппараты и так далее. Все для того, чтобы обеспечивать связь. В чем заключалась моя работа? Мне дается командованием приказ. Наведите связь от пункта А к пункту Б. Видите, это проводится в условиях боевых действий. Значит, эта связь может быть повреждена. Этот кабель или этот провод на шестах, он может быть поврежден. Но боевыми действиями, которые ведутся, значит, я должен обеспечить, чтобы эта связь работала постоянно. Я командир взвода, у меня там 25-30 человек. Что это за люди? Значит, в какой национальности? Русские, украинцы, в частности, помощник командира взвода из юга, Василий Иванович, старше меня человек был, он до конца войны жил у меня помощником, украинец. Белорусы, тартарин, два чуваша, мордвин, так что и я, армянин, командир взвода. Вот вам Советский Союз миниатюри. И, друзья, от 18 до до 50 лет. И я с ними живу, понимаете, кушаю, сплю. Я должен их воспитывать. Должен это братство национальное поддерживать. Ни в коем случае никаких, чтобы не было разговоров о том, что я такой, я такой, и так далее. Все это нужно было поддерживать в условиях боевой обстановки. А какая это обстановка? Хорошо, если были хаты, в которых можно было бы отдохнуть, а иной раз не было и хаты. Воспитание в суровых условиях. Вот эта сторона дела очень большое внимание уделялось командованию. даже после того, как официально было перемирие, я продолжаю наводить связь, так, ночью. у меня убили солдата, точнее, младшего сержанта, отца семейства, понимаете? то есть это была уже война без всяких правил, уже мирное время было, уже перемирие, убили человека, очень хорошего солдата, отца семейства. и я должен был писать как командир родным о том, как он служил, воевал. закончил войной я в Латвии. Потом демобилизация была, они уходили, мы плакали, потому что уже хотелось с этими людьми расставаться как с родными, как с близкими. Мальскими короткими ночами от гремя закончились бои. Где же вы теперь, друзья одного чая, боевые спутники мои? Редактор субтитров Корректор А.Егорова